День 1. 15 июня 1999 года. Наконец-то. Я готовил это место уже 3 месяца. Сначала нашел рабочих, которые построили избу. Пришлось водить их по запутанному пути, чтобы мое нынешнее убежище никто не раскрыл. Потом дотащил по частям генератор и собрал его. Потом разместил небольшой ветряк на крыше. Технику пришлось разобрать на детали, дабы принести сюда. Дороги нет, даже тропинки. Но зато теперь мои труды окупятся. За всю свою жизнь в цивилизованном мире на меня сыпались только проблемы. Но теперь, когда я продал все имущество и перебрался сюда, все будет спокойно и хорошо. Дневник решил вести. Дабы не было ощущения одиночества. Знакомый психолог посоветовал. Но пока у меня нет никаких проблем. День 3. 17 июня 1999 года. Втягиваюсь в сельскую жизнь отшельника. Немного сложно, но скучать времени нет. То дров нарубить, то печь растопить, то грядку прополоть. Топлива хоть и много, но экономить надо. Уже жалею, что припер холодильник. Погреба хватает. Но вот что заметил. Сплю я здесь хуже. Ночью просыпаюсь. Заснуть не могу. День 7. 21 июня 1999 года. Впервые решил сходить по ягоды. Набрал черники ведро. А ее все равно пруд пруди. Заготовлю, наверное, на зиму. Сходить, что ли, на охоту? День 8. 22 июня 1999 года. Видимо, галлюцинации начались. Был на охоте. Выследил оленя на водопое. Тут услышал щелчок затвора. Ломанулся в кусты. Подстрелил его. Копыта торчали, точно помню. А пока с дерева спускался, да пока до зарослей шел, тело куда-то делось. Только кровавая лужица осталась. Да мог, примятый. Сначала подумал на волка, на медведя. Потом, ну не мог ни волк, ни медведь так быстро утащить труп взрослого оленя. Да и не таскают они трупы. Если едят падаль, то на месте. Сейчас я вообще сомневаюсь, а был ли олень? Или мне все показалось? День пятнадцатый. 7 июля 1999 года. Давно не писал. Целую неделю. Но теперь обязан. Три дня после той охоты все было тихо. Все текло своим чередом. Никаких проблем. На четвертый день я заметил, что грядку вытоптали. Забор не сломан, не обвален, калитка не сорвана. Тем не менее, грядка стоптана. Ну не сороки же ее умяли. Решил ночью не спать. Посмотреть, кто топтать мог. В руках ружье сжал. На крышу залез и ждал. Уже в сон клонить начало. Никого хоть убей. Собрался слезать, как прямо за спиной. Как хлопнет я, с испугу дернулся, да с крыши грибанулся. Все, что заметить успел. Темный силуэт на крыше. Очнулся на утро. Нога распухла, вывих. Вправил кое-как, перевязал. Теперь хромаю. Шестой день тихо прошел. А ночью сегодня проснулся от стука в окно. Сунулся глянуть, никого. Зажег свет и спал при нем. День семнадцатый. Девятого июля девяносто девятого года. Последние две ночи слышу поскребывание по стене. Из окон ничего не видно. Выходить боюсь. Может воспользоваться рацией. Стоит. День двадцатый. Двенадцатый июля девяносто девятого года. Антенну на крыше сломали. Точнее, сломал он. Я уже точно уверен. Это кто-то разумно шляется вокруг. Чего-то от меня хочет. Пытался оставлять еду. Не берет. Теперь я сплю с ружьем под рукой. День двадцать первый. Тринадцатый июля девяносто девятого года. Тварь. Иначе назвать не могу. Сегодня ночью забросила мне в окно разодранную в клочья тушу зайца. Намек, предупреждение. Не знаю. Заколотил окна. Надо завтра с утра направиться в деревню и дождаться, пока эта тварь уйдет. Вечер двадцать первого дня. Теперь еще и днем. Но что от меня нужно? Я ничего плохого не сделал. Ничего. Боюсь выходить. Завалил вход. Оно ходит снаружи. Я слышу тихое шуршание листьев снаружи. Двадцать второй день. Все. Мне все стало понятно. Прощайте. Я уверен, это последняя запись. Продолжение следует...